Товарищи, здесь уже говорилось о первом форуме левых сил, о том, чего он достиг и о том, за чем он был нужен. По-просту говоря, форум был нужен для того, чтобы наладить минимально необходимую и действительно реально востребованную координацию между левыми группами и активистами во время акции протеста и при организации собственных акций, собственных маршей, выступлений и так далее. Это задача была решена. Тогда стоит вопрос, а зачем нужен второй форум левых сил? Зачем мы сейчас здесь собрались? Если мы хотим, чтобы это продолжалось в какой-то конструктивном русле, если мы хотим, чтобы это был шаг вперед, то тогда мы должны понять, что действительно нам нужна серьезная политическая дискуссия. То есть мы собрались для того, чтобы определить, куда и как должны двигаться левые дальше. В противном случае форум смысла не имеет. Но на самом деле дискуссия уже по факту началась, и это очень радует. Дискуссия нужна для того, чтобы была политическая определенность по основным вопросам реальной текущей политики. То есть общие слова, концерт по заявкам, когда каждый выступает на чем-то своем, все это нам уже не годится. Это будет шагом назад. Если мы говорим о реальных вопросах в текущей политике, то их сейчас перед левым движением стоит целая куча. Но есть ряд вопросов, требующих решения конкретного, решения определенного, решения, которые может принять форум или, во всяком случае, вопросов, по которым форум может выразить доминирующее мнение. И я бы обратил внимание как раз на то, что эти вопросы уже всплыли, по крайней мере, они уже всплыли в наших разговорах. Понимаете, тут уже Сергеям было сказано, что вот сейчас, мол, будет новый февраль, а на ним будет новый, мол, октябрь. Я очень даже за то, что был новый октябрь, но мне трудно себе представить, чтобы, скажем, Ленин, и Троцкий, и Сталин, и Луначарский сидели бы с Милюковым и Бучковым в неком Координационном Совете, или поддерживали бы формирование временного правительства как альтернативу гнусному царизму для того, чтобы потом подготовить октябрь. Нет, для того, чтобы был октябрь, Ленину нужно было отмежевываться от либералов задолго до февраля, во время февраля. Что значит отмежевываться от либералов, кроме как ругаться в своем кругу? Это значит принять определенные политические решения. По конкретному вопросу, который стоит сейчас, это вопрос о выборах с так называемой Координационной Советной Оппозиции. Давайте, во-первых, зададимся вопросом, а что это такое? Понимаете, говорят, выборы, выборы, выборы. Ну, простите, пожалуйста. Я понимаю, если вы предлагали выбирать учрительное собрание или парламент. Тогда, может вам сказать, действительно, левые должны участвовать в выборах, чтобы стать отдельной практикой в этом реально легитимном в рамках той или иной конституции принятым так или иначе обществом парламентом. Но нам предлагают совершенно другое. Нам предлагают, на самом деле, присоединиться к некой единой организации либералов по существу. Некая единая оппозиция, практически с единой повесткой дня. И мы же, на самом деле, прекрасно знаем, зачем эти выборы нужны. Единственная по существу цель стоит в том, чтобы легитимировать то болотное руководство, ту болотную элиту, которая заправляет на миссию. Вот сейчас говорили, что Путин самозванец. Простите, Путин нам не нравится, но он не самозванец. За Путина так или иначе, пусть даже на фальсифицированных выборах, голосовали миллионы людей. И именно поэтому сейчас руководство болотной площади на самом-то деле больше всего боится, чтобы их обозвали самозванцами. И самозванцами на самом-то деле являются прежде всего по отношению к массам протестующих, которых не выбирали, которых не уполномачивали руководить протестами, которые не давали на самом-то деле никакой реальной демократической легитимности. И вот для того, чтобы создать хотя бы видимость этой демократической легитимности, опять же, используя все малипуляционные средства, проводятся эти самые выборы в Координационный Совет. То есть фактически это способ окончательно марганализировать левых по большому счету. Потому что тем самым создается видимость легитимности нынешнего право-либерального руководства протеста. И что нам предлагают? Нам предлагают в этом участвовать и укреплять эту легитимность. Точно так же, как и раньше, кстати говоря, напоминаю, вместо того, чтобы бойкотировать президентские выборы, что на мой взгляд было единственной правильной тактикой, нам предлагали массу равных вариантов, которые в конечном счете все сводились к тому, чтобы участвовать в фарсе, и в конечном счете придать легитимность результатам выборов своим участием в них. Сейчас по существу с нами играют ту же самую игру. И дело здесь не в том, что выборы весь недемократичны. Конечно, они недемократичны. Но никакими иными они быть не могут, потому что их задача антидемократическая. Недемократизм процедуры, на которую товарищи сейчас упирают, хотя это, в общем, совершенно правду, это лишь следствие антидемократизма поставленной задачи, манипуляционной и, повторяю, ориентированной на то, чтобы придать видимость легитимности этому руководству. Я хочу обратить внимание на то, что в общественности это чувствуют. Посмотрим даже, как это происходит на сайтах, где идет дискуссия по каким-то вопросам оппозиционного и общественного движения, и вот как только кто-то выкатывает тему выборов КС, тут же эта тема уходит вниз. То есть, как в стоп, уходит все что угодно. Пусть и ровная забастовка, все что угодно. КС идет вниз, на дно дискуссии. Потому что это людям, в общем, неинтересно и не нужно. Люди изо всех сил пытаются затянуться, тащить на эти выборы. Почему мы должны в этом участвовать? Непонятно. В связи с этим, я хочу обратить внимание на то, что здесь есть проект-резолюция, который призывает к бойкоту этих выборов. То есть, я призываю форум поддержать резолюцию, предлагающую бойкотировать выборы на представленный форум. Кстати, скажу честно, я лично написал гораздо более жесткую резолюцию, потому что здесь сказано, что если наши отдельные товарищи решат принять участие, мы будем уважать это решение. Ну, вообще-то говоря, в таком случае это уже не бойкот, а манная каша. Но, чтобы не вносить, что называется, расколы, не вносить лишний диссонанс, я и в таком виде готов подбежать подобную резолюцию. Главное, чтобы, в принципе, было объявлено о том, что мы эти выборы не поддерживаем, вызываем бойкот. Это первое позиции, да. Второе, тоже очень важное, касается текущего вопроса, текущих моментов. Понимаете, никто не сказал, но действительно начинаются выборы в подмосковных городах и в многих других регионах. Выборы мэров. Понятно, что эти выборы, скажем, мэрские выборы в Подмосковье, это не способ для нас борьбы за власть даже на местном уровне. У нас нет шансов, да и, в общем-то, нет задачи такой. Мы к ним не готовились. Это некое случайность, что это свалилось сейчас нам на голову. Но, тем не менее, есть факт, что по ряду подмосковных городов баллотируются кандидаты от левых сил, включая те, кто присутствует здесь, на этом форуме. Поэтому я считаю, что принципиально важно, чтобы форум выделил поддержку кандидатам левым, которые участвуют в этих выборах, тем более, что они выступают зачастую в достаточно тяжелых ситуациях. И, в частности, есть ситуации в химках, которые, по-своему, символичны, потому что, с одной стороны, баллотирует Евгения Чирикова, который, безусловно, является кандидатом либерального блока, а, с другой стороны, выдвинулся Анатолий Баранов, который здесь присутствует, кстати, на этом форуме. И я думаю, что мы должны выразить поддержку своему товарищу. Это может быть... Это может быть поддержка критическая, сколько угодно критическая. Я думаю, что более того, это будет правильно, если поддержка будет критическая. Но поддержку выразить надо. И повторяю, это абсолютно принципиально. Если мы говорим о том, что мы отмежевываемся от либералов, то в чем это отмежевание происходит, кроме нашей болтовни на кухне или на форуме. Потому что на форуме, в этом случае, болтовня будет такой же, как на кухне. Смыслом стоит в применении политических решений. Вот эти два политических решения я очень прошу форуму применять. Спасибо.